Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройля. Штребух! Всем привет, ребят! С вами Штребух, расхититель помоечки. И это мой свежий обзор находок из помойки. Нашёл в помойке топовый лайбодром. Он ещё весь складной, полностью на ходу. Даже камеры не пробиты, ребят. Я в шоке! Помоечка дарит транспорт. Но перед тем, как мы начнём обозревать те находки, которые я нашёл в 21-м году... Ху, блядь! Заберделся, я просто не понимаю. Хочу вам порекомендовать канал, который называется НОСЮТИ. Канал классный, интересный, очень весёлый. Парень делает нарезку с разными приколами смешными. Если хотите поднять себе настроение, то залетайте по ссылочке в описании. Канал охуенный, ебать, зуб даю посредний, блядь. Помоечка в этот раз меня одарила Шанелью. Также в конце этого обзора я разобью эту бутылку и извлеку из неё Кобру и Скорпиона. Блядь, пурость, ебучий, блядь, единоху, блядь, отсюда. Короче, ребят, всем приятного просмотра. Был найден в помоечке полностью на ходу рабочий велосипед от бренда Аист. Он ещё и, ребят, раскладывается. Я просто в шоке. Помоечка дарит транспорт. Нормальные, не слизанные покрышки. Держат изумительно, не пробиты ничего. Его только нужно лишь смазать и всё. Педали, кстати, походу родные на нём стоят. Ещё не менялись. Просто по ним видно, что они очень старые. Сидуха, походу, тоже родная, но уже подушаталась временем. Её в идеале заменить. Руль немножко ржавый, но это вообще ничего страшного. С учётом того, что велосипед достался полностью бесплатно. А ещё подозрительно то, что раму кто-то зарисовал краской. Видимо, вот здесь было написано Аист. Возможно, велик ворованный. Я не знаю. Самое главное, что помоечка дарит транспорт. И тебе у Димы будет собственный велосипед, на котором он будет ездить по помоечкам. И эта лайба ему принесёт немало прибыли. А вот это по-настоящему крутая находка. Это плазма от бренда Samsung полностью рабочая. Я просто в шоке, ребят, насколько люди заелись. На этой плазме даже можно смотреть фильмы в 3D. Плазма вроде бы как рабочая, всё зашибись, но нифига подобного, ребятки. Подсветка у неё мерцает, и из-за этого продать её получится только лишь тысячи за две. Этот косяк, конечно, несущественный, но всё равно режет глаз. Поэтому смотреть фильмы на ней нифига не прикольно. И в этом телеке, кстати, на моё удивление, есть смарт-тв. Можно подключить интернет и смотреть ютубчик. Это просто сказка, ребят. Модель телевизора на экране. Я бы этот телек, конечно, поставил себе, но он мне нифига не нужен. Потому что мы как раз недавно купили себе новый телек. В принципе, на эти мерцания можно положить болт, подключить приставку и играть в игры на нём. Ну, кстати, матрица у него какая-то ещё и тусклая, нифига не яркая. В общем, в принципе, офигенный телек за бесплатно из помоечки. Это просто балдёж, ребят. Я просто в шоке. У меня этот телек уже купил знакомый за 2000 рублей. Просто сказка. Помоечка дарит прибыль. Была найдена батарея для квартиры. В идеальном состоянии, ребят. Я не знаю, почему её выкинули. Она полностью целая. Батарея от бренда PURMOL. Резьбы на батарее не сорваны. Она, кстати, довольно-таки большая батарея. Офигенная. Здесь есть регулировка температуры. Внутри даже батарея без пыли. Я просто в шоке, ребят. Крепежи тоже полностью целые. Подобную батарею можно будет продать на Авито за 1000 рублей. Помоечка дарит деньги. А вот это, ребят, микроскоп. Блин, давно хотел такой найти в помоечке. И он, кстати, полностью рабочий. Модель микроскопа на экране. В нём есть три степени увеличения. Снизу зеркало. Вот только стёклышек не было в комплекте, куда наносится различная жидкость для того, чтобы её разглядывать под микроскопом. Также в микроскопе ещё есть лампочка для подсветки. Положу этот микроскоп в сюрприз бокс. Вот это, блин, интересная находка. Я попытался под этим микроскопом поразглядывать свою слюну, но что-то у меня нифига не получилось. Но он рабочий. Я, видимо, что-то неправильно делал. Были найдены рабочие часы от бренда Sony. Они с радиобудильником. Кстати, экранчик у них не особо яркий. Я не знаю, возможно, он, конечно, регулируется. Но эти часы я оставлять себе не буду. Потому что подобные с помоечки у меня уже есть. И они попроще, но зато поярче. А эти какие-то тусклые. Радио в них работает. Нужно лишь только вынести на улицу, чтобы сигнал получше ловился. Ну а так, в принципе, неплохая находка для дома. Я данные часы продам на барахолке рублей за 100. Была найдена рабочая блютуз-колонка, которой можно подключить микрофон. Модель на экране. Колоночка, кстати, работает. И она с подсветкой. Блин, вообще прикольная находочка. Можно слушать музыку. Плюс можно подключить микрофон и петь караоке. Я так понимаю, эта колонка нужна уличным музыкантам, чтобы стоять где-нибудь возле метро, петь песенки и зарабатывать денежки. И, кстати, даже если кто-то позвонит на телефон, можно нажать вот эту кнопку. Вот здесь находится микрофон. И можно по этой колонке разговаривать по телефону. В колонку вставляется флешка. Также можно ее подключить к AUX. Заряжается она от микро-USB. Но звук у нее такой паршивый, поэтому лучше я ее продам. На барахолочке рублей за 500. Были найдены в помоечке абсолютно новые 3 фоторамки. Как видите, ребят, на этой фоторамке даже защитная пленка есть. Она полностью рабочая, абсолютно новая. Помимо этой фоторамки есть еще две в упаковках. К ним даже идут пульты и блоки питания. Мы когда это нашли на стриме, мы просто офигели. Я думаю, подобные фоторамки можно будет на авито продать по 500 рублей за штуку. Люди заелись просто капитально. Я в шоке. В фоторамку вставляется флешка. И с помощью флешки можно будет на ней даже слушать музыку, смотреть видосы. Также, естественно, можно накачать фотографии, чтобы было подобное слайд-шоу. Помоечка дарит новую электронику. Также были найдены новые абсолютно вертолеты в коробках. Походу, люди заелись, кому-то не понравились подарки. Их взяли, выкинули. Вот первый вертолет, а вот, ребят, второй. Видно по состоянию, что он абсолютно новый. Также в комплекте с вертолетом, естественно, идут пульты и подобные зарядки. Я думаю, подобный вертолет в магазине будет стоить тысячи две как минимум. Я уже эти вертолеты разыграл прямо на стриме. А так, если бы не разыграл, продал бы на Авито по тысяче рублей за штуку. Помоечка дарит чувство полета. А еще были найдены вот такие вот рамки, запечатанные в коробочках. Здесь написано Sony, они стеклянные. С помощью этой дырки их можно повесить на стену. Их девять штук. Капец, люди вообще офигели. Я в шоке, блин. Также были найдены наклейки Sony. И вот такие наклейки. Скорее всего, вот эти фоторамки, эти наклейки и вот эти фоторамки выкинули из магазина Sony. Также помоечка порадовала коробочкой от iPhone 6s. Полетит мне в коллекцию. А еще помоечка порадовала новыми абсолютно гирляндами рабочими. И в этих коробках были найдены вот такие вот светильники новогодние. На барахолке их не факт, что купят, потому что Новый год уже прошел. И это уже не актуальный товар. Так же, как и эти гирлянды. Небольшое количество музыкальной аппаратуры. Был найден сабвуфер от бренда Ellenberg с двумя колонками. Саббик и колонки по-любому рабочие. Очень обидно, что сабвуфер без усилителя. Саббик на 30 ватт. А колонки на 15 ватт. Ну, такая себе бюджетная акустика. Продастся этот комплект на Авито рублей за 500. Так же был найден магнитофон, так же от бренда Ellenberg. Но он нифига не работает. Я думал, блин, он рабочий по-любому. Подключаю, он нифига не работает. Это очень странно, кстати. На самом деле, его починить вообще не проблема. Был бы он хотя бы современный с блютузом. А так в нем даже аукса нет. Никому он нафиг не нужен. Продастся на барахолке рублей за 100. Ну, когда-то это был нормальный магнитофон. И слушали на нем кассеты и диски. Кстати, в нем есть проблема. Вот эта крышка не закрывается. Очень обидно. Помоечка меня снова обломала. Был найден целый пакет кукол в одной помойке. Среди всех этих кукол вот эта самая прикольная. Потому что она светится. У нее, походу, накаченные силиконом губы. А еще у нее рог на лбу. Ну, кстати, вот эти куклы тоже довольно-таки неплохие. И все это купят на барахолочке. Вот эти куклы какие-то заразные. Какие-то маски нелепые на лице непонятные. Не знаю, в чем тут прикол. Возможно, я не шарю, конечно. В общем, продадутся эти куклы на барахолочке. Я думаю, по 10 рублей, по 20, по 50 за штуку. Помоечка дарит детство. Был найден в помоечке смартфон от бренда For Good. На самом деле, это ни хера не Good, а полная залупа. Тут еще и экран разбит. Но, тем не менее, на удивление, телефон работает. Сенсор в нем работает. Кстати, картинка на экране довольно-таки приятная. В галерее нет никаких фоток. И в нем, кстати, даже работает камера. Но экран очень жестко поплыл. Данный телефон нужно восстанавливать. Менять экран. Но я не вижу смысла в этом, так как это устаревший телефон на старом Android. И плюс он еще залупный с Алиэкспресса. Самый бюджетный. Я думаю, продать его на запчасти рублей за 400 на Авито. Возможно, кому-то нужна будет плата. Хотя, не знаю, кто до сих пор пользуется подобными смартфонами. Ребят, если у вас есть подобный или, возможно, точно такой же телефон, напишите об этом в комментариях. И напишите, как он вообще нормально работает или нет. Потому что, мне кажется, что здесь устаревший Android, который не будет ничего поддерживать. Также был найден переносной Wi-Fi модем от бренда МТС. Полностью рабочий. Продать его можно будет рублей за 500 на Авито. Внутри него вставляется сим-карта. Также в нем стоит батарея. Поэтому он, собственно, и работает. Неплохая штучка, но мне она не нужна. Поэтому я ее и продам. Также был найден вот этот Samsung. У него что-то с цветами. Модель на экране. Абсолютно все розовое. Не знаю, как это получилось. Возможно, он утопленник. Данный телефон продастся на барахолке, наверное, рублей за 200. И то не факт, что кто-то купит. Также были найдены новые беспроводные наушники. От бренда Huydenightish написано Space Connect наушники беспроводные. Это копия AirPods от Apple. И, кстати, они полностью рабочие, но в них есть дефект. Слышны посторонние шумы. Но это вообще не проблема. Самое крутое, то что наушники полностью новые достались мне абсолютно на халяву. Модель наушников на экране. Звучат они, конечно, намного хуже, чем оригинальные AirPods. Потому что у меня есть точно такие же, но оригинальные. И мне есть с чем сравнивать. Данные наушники положу в сюрприз бокс. Помоечка балует новыми гаджетами. Также была найдена абсолютно новая мясорубка в коробочке. Продам ее на барахолке рублей за 200. А еще была найдена вот эта машинка с пультом. А еще она была с зарядкой. И, кстати, эта машинка абсолютно новая. Эта машинка работает с помощью этого пульта. Куда светишь, туда она и едет. Кстати, пульт работает. Но вот машинка нифига не хочет ехать туда, куда я свечу. Видимо, из-за этого брака магазин выкинул эту машинку. Потому что, скорее всего, ее выкинул магазин. Потому что помимо этой машинки, там же я нашел эту мясорубку, вертолетики. И еще вот эти AirPods я тоже там нашел. Небольшое количество мыльного-рыльного. Среди которого есть вот эти духи от бренда Bruno Banani. Этот бренд довольно-таки не дешевый. Запах, кстати, в них офигенный. Духи оригинальные. Пахнут просто восхитительно. Очень обидно, что они женские. Хотя, в принципе, пшикаю с женскими духами. Но мне этот запах не понравился. Поэтому себе я их не оставлю, а положу в женский сюрприз бокс. Также есть вот такой гель для душа. Буду мыться и кайфовать от халявы. И еще две бутылки духов женских. Запах, кстати, в них нормальный. Мне кажется, мне все нормально пахнет, что мне достается на халяву из помоечки. Также была найдена вот эта жижа для вейпа. Я ее уже протестировал. Она с манго. Жижка офигенная. Помоечка снова знатно обувает и дарит. Крутые кроссовки от бренда Salomon. Кроссовки 41 размера. Полностью целые. Подошва не стерта. И подошва очень зубастая. В них можно по горам летать со свистом. Внутри они тоже полностью целые. Я просто в шоке, ребят. Помоечка обувает просто восхитительно. Подобные кроссовки в интернете будут стоить тысяч пять. Очень обидно, что это не мой размерчик. Так как я бы их себе, конечно, бы оставил. Их нужно всего лишь помыть. Они в обычной грязи. Ни в какой там краске, ни в мазуте. Я вообще в шоке с людьми. Почему они их выкинули? Вот в чем вопрос. Шнурки в кроссовках не порваны. Нет вообще никаких косяков. В принципе, ответ на этот вопрос прост. Люди заелись капитально. И выкинули еще вот такие вот найкосы. Они, кстати, возможно, оригинальные. Размер сороковой с половиной. Смотрятся они довольно-таки неплохо. Вот здесь они немножко подушатаны. Но это, в принципе, не проблема. Тоже вот эти кроссы постирать и будут как новенькие. Вообще кайф. Сказка. Помоечка дарит оригинальные найки. А еще помоечка обувает вот в такие кроссовки от бренда D-Mix. Размер сороковой. Они, кстати, довольно-таки легкие и полностью целые. Косяков нет в них вообще никаких. Отмыть их и будут как новые. Вот лазя по помоечкам, ребят, у меня вообще проблем с обувью не возникает. Потому что помоечка обувает. А еще помоечка подарила вот такой офигенный рюкзак. Буду с ним ходить по помоечкам. Он довольно-таки вместительный и полностью целый. Рюкзак от бренда Sliang. Вот здесь есть маленький косяк. Рюкзак слегка надорван. Но находки из помойки он выдержит. Поэтому я буду с ним пока что ходить. Пока он полностью не порвется. Ну а когда он порвется, я по-любому себе в помоечке найду новенький рюкзак. Было найдено 4 телевизора кинескопных. Из которых вот этот маленький нерабочий, он пойдет на медь. А все остальные 3 работают. И продадутся на Авито по 400-500 рублей. Также их покупают рабочие, которые живут на стройке в бытовках. Ведь им там очень скучно. И такой телевизор их здорово развлечет. Ведь это весело смотреть. Старый кинескопный телевизор. На самом деле плюсов у этого, допустим, маленького телека много. Как минимум его можно подключить к приставке типа Dendy. И играть на нем. А какой смысл от вот этих огромных коробок, я вообще не понимаю. Как вы видите, на заднем плане стоит плазма Samsung, которую я нашел. Она намного круче, чем вот эти старые коробки. Но в принципе эти телеки покупают рублей по 400-500. Поэтому выгоднее их все-таки продать на Авито, чем разбить на медяшку. Но я подобные телевизоры все реже и реже беру на помойках. Потому что тащить их, мягко сказать, очень тяжело. Ведь они, капец, какие огромные и тяжелые. Помоечка дарит телевидение. Помоечка порадовала меня старым компьютерным железом. Во-первых, был найден компьютер, из которого была извлечена вот эта материнская плата древняя. Также там была заглушка, что очень хорошо. Также с этого компьютера достали вот такой USB разветвлитель. Провод для жестких дисков. Отдельно было найдено два кулера. Первый от кулера мастера, вот такой в хорошем состоянии для корпуса. Второй кулер от бренда Zalman с подсветкой. Скорее всего здесь подсветка синего цвета. Данные кулеры я оставлю себе, пригодятся для сбора компьютеров. Также было найдено две планки оперативы. И обе по 512 мегабайт. DDR первая или вторая, хер его знает. Ну короче она устаревшая и никому уже не нужная. Поэтому она продастся на барахолке за рублей 100 или за 50 обе планки. Ну а в материнке стоит процессор Intel Pentium 4 на 3000 МГц. Кэш 1 метр. Ну в общем древний процессор никому не нужный. Так что об этом процессоре в принципе рассказывать нечего. Потому что данная материнка улетит на барахолке рублей за 100. А париться и выставлять ее на Авито ради 300 рублей не вижу никакого смысла. Мне проще это в кучу собрать и все оптом продать на барахолке. Помоечка мне снова дарит транспорт. В этот раз нашел две машинки. Вот эта кстати абсолютно новая. Выкинул ее походу какой-то магазин. Так как помимо этой машинки было там найдено много всего нового. Я уже понял скорее всего почему ее выкинули. Потому что вот на этом колесе нет диска. Здесь диск есть. И здесь стоит два диска. А тут нет. Наверное из-за этого ее и выкинули. Я в шоке ребят. Помоечка дарит новый транспорт. Также вот такой КАМАЗ был найден большой. Но тут есть косяк. Поломано колесо. И вот здесь тоже колеса ушли. Поломались. Но это в принципе все на изи. Можно починить. Машинка выглядит супер брутально. Она капец какая мощная. Я думаю на барахолке данную машинку купят. Рублей за 50 за 100. А вот эту рублей за 150. А вот это уже советские находки. Во-первых была найдена мясорубка. Которая была у моей бабушки. Блин это такая ностальгия. Помню как на такой мясорубке. Накручивал мясо ей для котлет. И когда я эту мясорубку прикручивал к столу. Вот этой штукой она стол нам ломала постоянно. Эта мясорубка переживет любого кто смотрит этот видос. Она полностью рабочая. И продать данную мясорубку можно будет на авито. Я думаю рублей за 500 как минимум. Также было найдено два старых утюга. Полностью рабочие. Утюги капец мощные и тяжелые. Такими утюгами пытать можно. А этот еще тяжелее чем тот. Блин капец они жесткие. Этот кстати утюг даже с отпаривателем. Более менее современный. Такие утюги к моему удивлению ценятся. Их покупают на барахолке перекупщики и любители старья. Так что я думаю я с этих утюгов заработаю минимум рублей 800. Был найден древний вейп. Который никому нафиг не нужен. Продастся на барахолке за копейки. А вот это уже по цене находка. Это из TMI кабели. Возможно он рабочий. Продастся на барахолке. Также был найден нагреватель воды в аквариуме. На 150 ватт. Не знаю рабочий он или нет. Да в принципе похуй. Такие дешевые находки я не задумываюсь. Закидываю в сумку к мелким находкам. И все это оправится на барахолку по 10 по 50 рублей за штучку. Как видите в этой сумке есть даже терка. Которую купят на барахолке рублей за 10. Также сюда я закинул машинку. Здесь есть пару книжек. Древний дисковод. Который блин сейчас вообще не актуальный. Но зато его купят на барахолке. Какой-то экран от телефона. Робот. Набор с циркулями. Спирали от комаров. И они там кстати новые абсолютно. Здесь даже есть японская пшеничная лапша. Полностью запечатанная. Даже ее купят на барахолке. Куча различных блоков питания. Сумочки. И большое количество проводов. Я же не буду это все на авито продавать. Для подобного товара существует барахолочка. Небольшое количество прикольных мелких находок. Во-первых был найден терминал. Для оплаты банковской картой. Такие стоят в магазинах. Но к сожалению USB провод оборван. Терминал работает от сим-карт. Хорошо что хоть вот этот штекер остался на месте. При желании можно каким-то образом сюда присобачить провод. Только нужно знать распиновку. Чтоб это все работало. Я думаю эту хрень можно будет продать на авито 1000 за 2. Модель верифон VX820. Если кому-то эта штука нужна. То можете смело мне писать вконтакте. Так-то эта штучка очень интересная. Первый раз нахожу подобную находку. Хоть бери и магазин открывай. Также был найден олимпийский мишка. Это супер древняя находка. Правда краска из него облезла. Но я думаю ничего страшного. Сделан мишка скорее всего из алюминия. Очень тяжелый. Вот здесь я так понимаю дырка. Для того чтобы его можно было повесить на стенку. На барахолке этого мишку урвут с руками и ногами. Я думаю рублей за 800. Также было найдено 2 пачки салфеток запечатанных. Неплохой кожаный кошелек от бренда Rocco Barocco. Кошелек кстати полностью целый. И скорее всего он оригинальный от этого бренда. Качество очень хорошее. Но вот по бокам он немного износился. Но как я считаю это вообще фигня. Самое главное что он полностью целый. Я думаю его получится продать на барахолке рублей за 200. Или на авито рублей за 500. Был найден абсолютно новый шнур для зарядки. Микро USB. Его даже ни разу не распечатывали. Я в шоке блин. Зачем в люди выкидывают новые вещи. Положу этот провод в сюрприз бокс. Также был найден переключатель для велосипеда Shimano Altegra. Состояние в зубцов нормальное. Я не знаю почему его выкинули. Он полностью рабочий. Внешнее состояние немножко покоцанное. Но это вообще ничего страшного. И кстати переключатель с короткой лапкой. Такие переключатели ставят на даунхильные велосипеды. Там же была найдена втулка для системы. И еще одна втулка для системы. Также был найден полностью целый катафот. И к глубочайшему сожалению был найден только лишь один шатун. Видно он очень качественный. Крутой блин. Нигде резьбы не сорваны. В офигенном состоянии. Жалко от второго не было. Переключатель продам на авито. А все остальное продастся на барахолке. Также была найдена флешка от дата на 4 гига. На стриме были найдены вот такие неплохие часы. Они кстати с дата. И она переключается. Работает. Часы от бренда Curren. Ремешок кстати целый. Но вот в этом месте его нужно закрепить к часам. Положу данные часики в сюрприз бокс. А еще был найден вот такой mp3 плеер. Я его когда нашел. Я думал это типа mp3 плеер. Возможно рабочий. Но нифига подобного. Это обычный муляж. Плеер от бренда Sony. Этот плеер стоял в магазине. Как выставочный экспонат. Очень жаль что это муляж. И он нифига не работает. Также была найдена электронная сигарета от бренда Logic. С зарядкой. И она кстати работает. Положу в сюрприз бокс. Частенько подобные электронные сигареты нахожу. Их наверное выкидывают. Потому что они уже устарели. А еще были найдены паленые часы от бренда Tissot. Это не оригиналы. Плюс вот здесь нет крутилки. Чтобы регулировать часы. Еще была найдена Yo-Yo. Полностью рабочая. Yo-Yo от бренда Protostar. Положу его в сюрприз бокс. Также была найдена качалка для рук. Машинка на пульте управления Audi Q5. Но к сожалению она без покрышек. И пульта в комплекте не было. Подобную машинку можно будет продать на барахолке. Рублей за 20. Еще была найдена вот такая вешалка. В форме ног и хвоста собаки. Прикольно. Повесил. Можно на нее ключи вешать или одежду. Сделана из резины. Никогда такую вещь не находил. Также помоечка порадовала пакетом от Chanel. И он даже не пустой. Внутри есть шнурок от бренда Chanel. А еще помоечка порадовала жуткими находками для секса. Во-первых, было найдено очка для сокращения влагалища. Ну это жесть вообще. Такого я еще в жизни не видел. Капец. Фу, капец. Вот эта мерзость. Также был найден пенис сиреневый. Вот такой вот. Вот такая вот штука. И смазка Durex. Кстати, полностью полная. Sweet Burberry. Интимный гель-смазка с ароматом вкусом сладкой клубники. Просто заебумба. Помоечка дарит игрушки для секса. Данный видеоматериал подошел к концу. Я, как обещал, сейчас разобью бутылочку. И извлеку кобру и скорпиона из нее. И покажу вам ее крупным планом. Потому что мне самому очень интересно посмотреть на кобру. Через бутылку ее только смотрел. Хочу очень живую ее увидеть. Не через бутылку. Блин, это очень стрёмно, ребят. Пусть она там заспиртованная, уже померла. Но все равно мне страшно. О боже. Ребят, ее, оказывается, выпотрошили. Кишков в ней нет. То есть кобра полностью обезврежена. Вот здесь видно хребет. Ведь где-то я слышал, что кобра даже заспиртованная может атаковать. И, кстати, клыков я в ней тоже не вижу. Видимо, клыки из нее тоже удалили. На обзоре еды из помойки мы весь спирт выпили. Поэтому кобра без спирта стояла. И начала уже разлагаться потихоньку. Капец, у нее капюшон мощный, ребят. Она вообще очень твердая такая. Капец. Металлолом, ребят, сыпется. Вообще, капец, это страшно, ребят. На самом деле, кобра, это вообще жесть. Капец, у нее глаза страшные, ребят. Я в шоке. Давайте посмотрим на скорпиона. Скорпиона, ребят. Взял его за жопу, как тигр-антилопу. Посмотрите, какая игла у него на кончике хвоста. Капец. Вот это стрём, ребят. Вот это стрём. Ну, собственно, как обещал, так и показал, ребят. Вот так выглядит кобра и скорпион. Не хотел бы в реальной жизни их где-нибудь встретить. Потому что я бы точно протянул бы педали, как минимум, от страха. Ребят, я зуб даю. Вам понравился данный видеоматериал. Поэтому поставьте лайк этому видосу. Посмотрите вот эти видосы. Также подпишитесь на мой первый и второй лайв-канал. Куда выходят иногда нарезки со стримов прикольные. С вами был Расхититель Помойчик Штребух. Встретимся на стримах и в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok